Всем моим зрителям привет! Мы все находимся в Тулузе. Мы приехали сюда в 3 часа ночи, в 8 часов утра Жульен уже сел на самолет и улетел куда-то в Швейцарию, что ли. А мы гуляем. На улицах Тулуза до сих пор остались вот такие вот парковочные места, которые являются бесплатными. Но стоять можно на таком парковочном месте не более двух часов. Для этого вам нужно приобрести вот такую вот штуку, которая будет показывать, в какое время вы сюда прибыли. И через 2 часа вам нужно отсюда свалить. И тут собаки сами по себе гуляют. А если у вас нету такой таблички, то вы можете просто от руки написать, в какое время вы поставили свою машину на парковку. Ну и, соответственно, через 2 часа отсюда свалить. Когда я была маленькая, вот это для нас был просто деликатес, вот эта смола от деревьев. Мы ее жевали целыми днями. А тут никто не жует, тулузовцы, блин. Вот так ты болеет. Вот так. А можно нам пройти, пожалуйста? Опять эта собака здесь. Это, наверное, какой-то тулузовский шаман. Он следит за порядками в городе. Я еще до сих пор помню, как на эту горку я своево... А, она не боится, надо же! Там им па и пэр! Я привела Тео на эту горку. Он еще, наверное, был такого же возраста, как Ленка. Вот. И он очень боялся спускаться по этой горке. А Ленка залезла прям и так бьям и спустилась. Ну, как бы для деток, смотрите, она вообще очень большая, да? Ку-ку! Эленка! Побежала изучать приборы. Тут хочешь? Ну, ты его попроси, чтобы он с тобой залез. А здесь знаешь, что написано? Написано, что эта штука только с трех лет, а тебе еще нет трех лет. Ну, здесь написано только с трех лет. Это болеет, а на русском. Дельфин. 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 Вот. Видимо, вон с Тео качайся. А вон на той идите качайтесь, вон на той. Знаете, мне кажется, что это единственный город во Франции, в котором бы я реально смогла жить. Почему? Потому что вот этот город, он располагает всем, что нужно. В Тулузе есть и громкие какие-то места, да? Там бары, клубы, все открыто круглогодично. И есть вот такие вот тихие места, где ты можешь уединиться с детьми или в семье. Здесь есть практически все, что нужно для жизни. То есть библиотеки, спортивные клубы. Ну, в общем, это город, это реально был бы город для молодых. Но тех молодых, которые вот так же, как и мы с детьми, которые ищут местечко, где бы там присобачиться, да, чтобы тихонечко где-то посидеть. Видите, здесь такие места есть. А в Каннах все равно, вот, чтобы не говорили, все-таки этот город, ну, для старичков, я бы сказала. Ленка очередную версию Колобка нашла и смотрит. Не знаю, какие я влоги сегодня собираюсь снимать, если уже почти пять вечера, а мы все заснули и проспали весь день. Извините, пожалуйста, а можно вас презентовать в моем влоге? Я жутко извиняюсь за вторжение такое, но мне бы очень хотелось показать вас. Можно? Можно, миссио кот? Открой свои голубые глаза, пожалуйста. Ой, лентяй! Ой, лентяй! Но это не такой кот, как наш. Этот кот, он, ну, не очень такой ласковый, поэтому у Ленки не получилось на нем полежать. А, кстати, знаете прикол, что во Франции кошек не зовут вот так, а зовут... Муша, 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 обожаю кошек. Так, а это комната мамы Жюльейна, и здесь вот рисунок моего уважаемого Тео, который она не стирает со стены, она считает, что это украшает ее комнату. Вот она такая же, как я. Кстати, по поводу мамы. Вот посмотрите, вот такая вот у нее лампа, вот такая вот у нее лампа, она ее покупала, и у меня такие же дома. И, кстати говоря, очень много вещей, которые есть у моей мамы, там, посуда всякая или еще что-то, очень сильно похоже на то, что я покупаю. То есть у нас с ней практически одинаковый вкус. Что? Это папа пишет эсэмэцки, давай почитаем. Оказывается, директор папы, потому что папа наш поехал. Ой, ну, не пиши, не пиши ничего. Он же поехал там на границу со Швейцарией, и оказывается, он смотрит мои влоги. Вот так, и я не знала об этом. И что он понимает? Он же француз. Ну, что-то смотрит. Что-то не получилось у меня много наснимать для вас сегодня. Хотя очень много гуляли, очень много всего видели. Но у меня просто, знаете, когда нет мужа рядом, у меня все какого-то серого цвета. И мне кажется, раз мне это неинтересно, то и людям это будет неинтересно. Не то, чтобы такая любовь какая-то там, такая безумная у нас. Ну, просто уже настолько привыкла, что он постоянно находится где-то рядом, что до завтрашнего дня вот его не будет. И у меня такое впечатление, как будто, знаете, жизнь остановилась на какое-то мгновение. Да? Вот он завтра приедет, и все начнется заново. Все опять осветится какими-то красками, да? А пока все серое. Вот. Но пока я иду... Так, а куда я иду? Я не прошла еще мимо. А пока я иду в аптеку, потому что и я, оказывается, заболела. Вот. И Ленка, что-то у нее, смотрю, глазки красные, решила вам ответить на следующий вопрос. Вы меня спрашиваете, какие у меня отношения с моей Бельмех, так называют, свекровь. Ну, знаете, когда мы только познакомились, я столько всего сделала. Она мне столько всего простила, понимаете? И не то, чтобы простила, она не отреагировала. То есть у нее настолько расширенный кругозор, как бы, да, мировоззрение, что все, что я делала, она не то, чтобы меня упрекала там, да? Она интересовалась, почему я так делаю, да? То есть у нас разные культуры с ней, она очень интересуется разными культурами мира. Более того, она говорит в совершенстве на греческом, на итальянском, на испанском, на французском, естественно, языках. И также она выучила вместе со своим братом-близнецом латынь. И она говорит на старо-латинском языке. О, какие собаки. Вот. И... Вон они, собаки, за эти меня. И Нью, она очень интересуется всяческой культурой, там, да? И, конечно же, русская культура. Это она впервые встретилась с русской девушкой. Ей было жутко любопытно, почему я делаю так, почему она мне налила там стакан вина 30-летней давности, и я его залпом выпила, например, да? То есть такие вещи, которые для них нормальные, для меня было... Вернее, то, что я делала для нее, это должно было быть дикостью. Но это не стало для меня дикостью. Вот я уже в аптеку пришла, и она, как бы, меня приняла такой, какая я есть. Поэтому, как бы, вот за это я ее жидко уважаю. И потом, у нас не очень много интересов общих, понимаете? Мы можем сидеть буквально часами с ней, разговаривать, и в результате скажут люди, о чем? Да ни о чем! Вот мы можем сидеть, просто разговаривать. И, если честно, даже для души такой небольшой отдых, что Жульен меня оставил до своей мамы, а сам улетел, потому что в Каннах бы мне одной было бы просто скучно. Так что отношения у нас, конечно, суперские. Так, идем в аптеку, вот она, искать какие-нибудь лекарства для детей и для меня. Раз, два. А, merci! Вторая машина остановилась, потому что только что я... Ну, где-то, наверное, штук 10 машин точно проехали. Хоть бы хны, понимаете? Стоит мама с коляской, никто не останавливается. В Каннах вот прям первая же машина тебя пропустит. Я так особо не выделывалась, и поэтому притащила бутылочку вина Бью. Раз у меня мама Бью, и сыр Бью. Мама. Мама нам приготовила вкусный тыквенный супчик. Да. Садись, Леночка, ты будешь кушать суп тыквенный? Да. Ну, хватит скучать. Замечательная музыка, но все, теперь будем уже садиться. Кушать. Очень красивая музыка у тебя получилась. Только теперь уже кушаем. Давай кушать. Садись, доченька. Знаешь, почему? Музыка красивая, но просто Ленка будет так же делать, а она натворит бардака. Суп. Ты хочешь суп? Да. Ну, садись. Ну, садись. Д'accord? Если quoi? Что ты хочешь мне показать? Да. Музыка красивая, но все, что ты хочешь. Музыка красивая, но здесь, наверное, соседи. Ну, ну. Смотри, кошка боится. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»